Самая ужасная история о том, как кто-то был влюблен в вас. Когда я учился в старшей школе, я ходил на испанский язык вместе с девушкой, которая была влюблена в меня. Мне нравился этот предмет, у меня было тут несколько друзей, и учитель был классным, поэтому я с удовольствием посещал занятия. Итак, однажды я пришел на урок и вел себя как обычно. Затем эта девушка, с которой я общался, но по-настоящему не дружил, передала мне записку. Она сидела в другом конце класса, так что, наверное, около дюжины людей была вовлечена в передачу этой записки мне. Я развернул записку и прочитал. Не хочешь посмотреть новые Звездные войны? Я видел предыдущие фильмы, но не могу сказать, что мне очень понравилось, хотя сейчас я большой фанат саги. В этот момент мне было это неинтересно, поэтому я сказал нет и посмотрел на нее так, как будто она задала мне самый нелепый и глупый вопрос за всю мою жизнь. Все смотрели на нее и, видимо, понимали, что происходит. Она опустила глаза и очень тихо сказала. Ну ладно. Только после окончания колледжа я понял, что она пыталась пригласить меня на свидание, а я отверг ее перед всем классом. Сейчас я чувствую себя ужасно. Я бы точно пошел с ней в кино, она была довольно крутая. Девушки, пожалуйста, выражайте свои чувства конкретнее, мы не понимаем намеков. Гулял со своей бывшей в парке. Встал на одно колено, чтобы завязать шнурок, и услышал, как она ахнула и сказала «да». Я был в замешательстве, потом мы оба посмотрели друг на друга с ужасом, когда поняли, что только что произошло. Еще в средней школе одна девушка, которая была влюблена в меня, постоянно смотрела на меня во время уроков. Все время. Каждый раз, когда я смотрел на нее, она улыбалась мне в ответ. Потом она написала мне любовное письмо, и я подумал «вау». Она была очень милой девушкой, но от ее пристального взгляда мне было не по себе. Когда мне было 8 лет, в школьном автобусе мальчик, которому я нравилась, передал мне записку через мою подругу. Это было письмо, в котором он признавался мне в любви. Полностью списанный текст из 50 Cent. Заключительная фраза. Я люблю тебя, как толстый ребенок любит торт. Ты не в моем стиле, но я скажу что угодно, чтобы заставить тебя улыбнуться. В старших классах один парень, которому я нравилась, обычно оставлял любовные записки в моем шкафчике. В них всегда были картинки или стихи. Я не знала, что это был мой хороший друг, поэтому я всегда приносила их в класс и говорила «Кто, черт возьми, оставляет их в моем шкафчике?» Мне сейчас стыдно, потому что, кажется, все знали, что это был он, кроме меня. Близкая подруга сказала мне, что у нее были очень сильные чувства ко мне в течение последних трех лет. Она сказала мне это за пару дней до окончания колледжа. Я не чувствовал к ней того же. По словам нашего общего друга, ее первоначальный план состоял в том, чтобы признаться в любви в день нашего выпуска перед всей моей семьей и друзьями. Хорошо, что она этого не сделала. В 14 лет я был очень влюблен в девушку, которая со мной училась. Однажды я уходил с урока естествознания, и кто-то позади меня произнес мое имя. Я оборачиваюсь и вижу свою возлюбленную и ее подругу. Ее подруга позвала меня. Она говорит «Эй, ты в курсе, что сегодня день рождения?» И называет имя той девушки. Я смотрю на нее, смотрю на девушку, которая мне нравится. Она заметно нервничает и думаю о трех вещах. Первое. Я никогда раньше не общался с вами. Конечно, я не знаю, что у нее день рождения. Второе. Мой день рождения через несколько дней. Третье. О боже, она на меня посмотрела. Я быстро говорю «нет», разворачиваюсь и ухожу. Только через пару недель я понял, что она, скорее всего, хотела пригласить меня на вечеринку или что-то в этом роде. Все, кому я рассказал эту историю, подтверждают мои догадки. Однажды я написал любовное стихотворение о девушке, которая мне нравилась. Видимо, сложный человеческий мозг, разрушенный твоей длинной белокурой гривой, это не те слова, которые привлекают женщин. Не знаю, что меня больше смущает – отказ или моя ужасная поэзия. На моей работе существовала программа по найму бывших заключенных. Все они проявляли ко мне большой интерес, но один из них был особенно настойчив. Он меня совсем не привлекал, и я ясно дала ему это понять. Неоднократно. Короче говоря, он был уволен через три месяца, но продолжал приходить в магазин навестить своих друзей. Однажды я иду к своей машине, чтобы почитать во время обеда, как обычно, и на любовном стекле я вижу жуткий металлический цветок. Я оглядываю парковку, чтобы посмотреть, кто мог его тут оставить, но никого не вижу. Я бросила его в траву и забыла о нем. Когда перерыв закончился, я закрыла книгу и вернулась на работу. Не успела я войти, как слышу, что мне звонят. Это он. Все, что он говорит, это «ты выглядишь так красиво, когда читаешь». Я немедленно повесила трубку и сказала менеджеру. Он продолжал все больше и больше навязываться и преследовать меня. Я в конечном итоге получила запретительный ордер против него, когда узнала, что он указал меня в качестве экстренного контакта своему офицеру по условно-досрочному освобождению. Я даже не знала его. Девушка попыталась поцеловать меня, но я не позволил. Она продолжала спрашивать почему, и в конце концов мне пришлось сказать ей, что настоящая причина была в том, что она была похожа на мою учительницу испанского языка, и это немного напугало меня. Она разозлилась, попыталась убежать, врезалась в фонарный столб и вырубилась. У меня также была девушка, которая сказала мне, что она решила сесть на диету ради меня, как будто это что-то меняло. Я пришла к парню домой, чтобы сделать совместный школьный проект. Нам нужен был интернет, и пока он сидел рядом со мной, я попыталась открыть гугл. К сожалению, адресная строка автоматически заполнилась и привела меня к его последнему поиску. Он меня гуглил. Каждая ссылка на двух страницах была открыта. Мы оба сидели молча. Я учился в восьмом классе и ехал в автобусе. Девочка из шестого класса с грязными короткими светлыми волосами, которую я никогда не замечал, протягивает мне восемь листов бумаги, скрепленных вместе. Каждая страница исписана мелким почерком с обеих сторон. Я люблю тебя снова и снова. Это было мило, но ужасно жутко. Перенесемся в колледж. Я провел ночь с горячей блондинкой, а на следующее утро узнаю ее имя и понимаю, что это та же самая девушка. Я спрашиваю, знает ли она, кто я, и прежде чем я произнес свое имя, она отвечает Конечно, знаю, Блейк. Я люблю тебя. Я ушел и с тех пор стараюсь избегать блондинок. В старших классах одна девушка сходила по мне с ума. Она часто разговаривала со мной в коридорах и пялилась. Но однажды, когда меня забирала мама, она уселась на капот нашей машины и призналась мне в любви перед моей мамой. Мама все еще это вспоминает. На самом деле, это первая тема для разговора, когда к нам приходят в гости. Время для моей истории. Итак, у меня была проблема в средней школе, и эта проблема заключалась в том, что я привлекала только ужасных мальчиков. Например, тех, кто публично заявлял о своей любви ко мне и следовал за мной по пятам. Это плохо. Самым навязчивым был Тони. Я знала его, но мы практически не общались, пока однажды он не начал писать мне о своих проблемах на фейсбуке. Я подумала, это немного странно, но может быть он просто одинок и ему нужно выговориться. Мы становимся лучшими друзьями, и однажды вечером он говорит, что он по-настоящему влюблен в меня и хотел бы меня поцеловать. В этот момент у меня был парень, от которого я сходила с ума. Поэтому я сказала ему, что отношусь к нему хорошо, но у меня есть парень. Бам! Через два дня мой парень порвал со мной. Тони звонит мне, чтобы утешить меня в тот вечер. Он говорил мне, что я очень красивая, что не заслуживаю того придурка и что он готов сделать все для меня. На следующий день он не отходит от меня ни на минуту, предлагает потусоваться после школы, пишет мне смс весь день во время уроков. Теперь я не хочу встречаться с ним вообще, я только что рассталась со своим парнем. Поэтому я говорю ему, что ценю все, что он сделал для меня, но я не заинтересована в новых отношениях. Нет, ты не можешь так поступить! Ты мне должна... Прости, что? Ты бы ни за что не пережила расставание со своим парнем, если бы меня не было рядом. Я помогал тебе и утешал тебя. Оказывается, Тони был искусным манипулятором и уже проделывал такое с девушками. Это стало началом всяких угроз, если я не буду встречаться с ним, преследований в школе и сообщений и звонков посреди ночи. Все закончилось тем, что он сказал мне, что если я не стану его девушкой, то он уедет и разрушит свою жизнь. Я пожелала ему удачи и он отстал от меня. Последний раз я слышал о нем то, что он сидел в тюрьме. В средних классах мне очень нравилась одна девушка, но я знала, что мне ничего не светит по многим причинам. Во-первых, потому что у нее был парень, а я по девочкам. Поэтому я никогда не стремилась к чему-то большему, чем дружба. Итак, однажды она написала мне смс во время урока. Ты когда-нибудь целовалась с девушкой в туалете? Я смотрю на нее, она улыбается, встает и выходит из класса. В этот момент у меня в голове проносятся миллионы мыслей. Например, происходит ли это на самом деле? Это что, шутка? Что происходит? Поэтому я очень спокойно вышла из класса, примерно через три минуты после нее. На полпути к туалету я остановилась, развернулась и решила вернуться в класс. Нашли недели, и я больше не могла сопротивляться. Это было в то время, когда мобильного интернета еще не было, а смс-ки были на пике популярности и были дешевыми в наших краях. Я и моя тогдашняя девушка написали друг другу кучу гадостей в смс-ках. Стало очевидно, что наши отношения заканчиваются. Мы расстались гораздо позже, но уже знали, к чему все идет. Так или иначе, она приходит с записной книжкой и просит меня посмотреть ее. Оказывается, она записала от руки каждое сообщение, которое я ей отправил. Это был хороший блокнот на 250 страниц. Он был полон. Я не знал, как реагировать, поэтому в шутку сказал что-то вроде «Это так странно? Ты собираешься использовать это как улику?» Она разозлилась и разорвала весь блокнот у меня перед носом. Не знаю почему, но что-то в ее поведении меня разозлило. Я встал и вышел. Мы снова встретились через какое-то время, и оказывается, она переписала все заново в новый блокнот и попросила меня еще раз прочитать смс-ки. На этот раз я вежливо отказался. Год спустя она написала мне, что второй блокнот она тоже порвала. Однажды в лагере я случайно услышал о девушке, которая была влюблена в меня. Она мне не очень нравилась, поэтому я никак не отреагировал. Как-то раз я прохожу мимо этой девушки и замечаю часть моего имени, написанного на ее руке. Спрашиваю, в чем дело. Она задрала рукав, и мое имя было написано несколько раз по всей руке. Я был так напуган, что не знал, как реагировать. Я просто убежал. Я сталкиваюсь с ней везде в последнее время. Мне все еще очень неловко. Да дрожи. Ну, у меня есть пара историй. Средняя школа была веселым, причудливым временем, когда я познакомилась и быстро начала встречаться с мальчиком по имени Гарретт. Он дал мне свой номер, и все было хорошо, пока однажды я не позвонила, и телефон был отключен. Оказывается, Гарретт попал в тюрьму за ограбление и хранение запрещенных веществ. В настоящее время мой женатый сосед по дому вожделеет меня. Он живет с женой и ребенком. Он совсем не в моем вкусе, и то, что он женат, меня очень отталкивает. Я узнала об этом, потому что он написал об этом пост на Reddit и попросил совета. Он преподнес это так, словно семейная жизнь была ужасным адом, а я воплощением совершенства. До этого поста он никак не проявлял своих чувств, хотя мы довольно плотно общаемся. Бонусом, его жена вроде как влюблена в моего парня. Мы все пока не собираемся разъезжаться. Я познакомился с девушкой в универе, и мы начали общаться и обычно сидели вместе на занятиях. Однажды я говорю, что немного проголодался и собираюсь пойти пообедать. Она говорит, что тоже голодна, и мы решаем пообедать вместе. Обычно я радовался, что девушка вообще заговорила со мной, но она была не из моей лиги. Так что я не думал, что у нее есть хоть капля интереса ко мне. После обеда мы возвращаемся в кампус. Я захожу в лифт, чтобы подняться на шестой этаж, и она останавливает меня, положив руку на мое предплечье, и говорит, «Подожди, мне кажется, я оставила свой свитер в твоей комнате». А я просто смотрю на нее и говорю, «Ты никогда не была в моей комнате раньше». Я чертовски облажался и сожалею об этом каждый день. Теперь она даже не смотрит на меня. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok